всем привет из около московья сегодня сейчас все будет сейчас сейчас она появится хочу рассказать про некоторые особенности из жизни египтян некоторые особенности которые удалось заметить мне возможно будет интересно услышать о них вам если я я буду охватывать не все особенности а всего лишь несколько в этом видео чтобы видео было нет не длительным в общем-то те которые я сегодня вспомнила наверняка их очень много пожалуйста пишите в комментариях наверняка есть что то что заметили вы это о чем я не расскажу сегодня первое что и чего хочу коснуться это детей я не наблюдала семей в которых у детей есть режим то есть они там утром кушают вечером днем спят вечером в девять чтобы все было отбой приблизительно такого нет то есть них дети могут в 12 часов ночи гулять с мамой с папой грудной ребенок встать например не знаю там 9 10 сколько то есть во сколько ребенок стал во столько вы покормили его не и не знаю правильно это или нет я просто рассказываю то о том как как это есть у них как это есть у египтяна это что я увидела повторюсь еще раз еще раз еще раз еще много-много раз у детей нет режима как такового даже если например дети уже достаточно взрослые ходят в школу и никто не скажет там 10 часов быстро спать такого нету то есть они могут там до 12 до часу сидеть с родителями и потом с утра вставать в школу то есть это их личное дело то что они там не выспятся или еще что то это их личное дело поэтому за режимом никто не следит несмотря на это не любят детей причем не только своих как в большинстве наших семей происходит мы любим больше своих детей нежели чужих чужим как правило в большинстве случаев относимся равнодушно и порой они нас и раздражают но это к сожалению это такая правда они относятся ко всем детям очень по-доброму и например если ваш ребенок плачет а вы пришли в кафе покушать и он не дает вам да то есть официант может запросто взять ребенка с колясочка и начать возить его по окрестностям то есть он развлекает ребенка а вы в это время кушать и это нормально то есть никто из мамаш не кинется там он увезет своего ребенка он украдет моего ребенка то есть и мама относится к этому спокойно и в общем-то официанты это может быть не обязательно официант может выйти повар развлекать вашего ребенка там не знаю принести ему рыбу показать живую то есть все что угодно если вы идете например с детьми там мимо какой-то кафешки да или какого-то магазинчика где там сидят и ваш ребенок там останавливается чем-то заинтересовывается там начинает капризничать выходят люди его начинают развлекать там дарит им какую-то игрушку там не знаю конфетку все что угодно то есть нету такой агрессии по отношению к детям там заткни своего ребенка или там еще не дай бог что то что то какие-то выпады они наоборот очень спокойно к вам относится и с радостью общаются с детьми про то что очень много мужчин которые занимаются детьми то есть гуляют с детьми выходит там куда-то это есть и отцы не считают для себя зазорным выйти со своим ребенком там погулять заняться чем-то да то есть ребенок всегда при них наоборот и сможет заниматься работой и просто брать с собой ребенка чтобы тот смотрел может быть чему-то учился в чем-то помогал то есть там дети достаточно с раннего возраста начинают помогать семье там вынести мусор с бега там купить что-то пойти узнать то то спуститься вниз спросить у кого-то что то то есть они с раннего детства приучают детей к тому что это твоя семья и ты в ней участвуешь ты участвуешь в бытовой жизни этой семьи его могут послать на улицу в магазин то есть там не боятся отпускать своих детей чтобы они что-то делали то есть им никогда не скажут что так ты вот садись делай уроки ни в коем случае там девочка не не мой посуду это и это я мама я твое сделаю а ты обязательно только учись то есть там такого нету хозяйство ведет вся семья маленькие дети как можно раньше включаются в этот процесс и выскажу свое личное мнение я не вижу здесь ничего плохого мне кажется это наоборот хорошо и исполнить и сплочает семью поскольку ребенок с самого раннего детства понимает что это его семья и он должен для нее что-то делать вот так вот мне так мне кажется еще хотела бы коснуться такой небольшой особенности достаточно интересной например как принятие гостей если вас пригласили в гости сегодня мы разберем именно этот вариант вы приходите и для вас не должно быть удивлением что у хозяйки ничего не готово то есть нам пригласилось например на 5 часов вы пришли голодные а там ничего не готово вы сидите смотрите телевизор болтаете потом там хозяйка может быть выйдет начнет что-то готовить там какой-то салат потом пошлет мужа там купить хлеб по еще что-то в это время вы общаетесь вы общаетесь и хотите кушать но ничего не готова вопрос зачем она пригласила меня в 5 если планировала все приготовить к восьми к девяти ответ для общения вы пришли не есть вы пришли общаться еще очень интересная особенность что они могут например вы пришли в гости и ваш муж может например принести в гости в подарок открытую бутылку алкоголя сока спрайта и это нормально то есть хозяйка не отвернет носа скажет он давай типа разливай то есть это нормально точно также они могут поставить на стол открытую бутылку из которой там они может быть дня два-три назад пили либо она у них там стоит с нового года грубо говоря это не считается чем-то ужасным это считается нормальным то есть никто не напрягается все у нас все спокойно происходит то есть вы задействованы в процесс приготовления еды нет вы не будете готовить вам никто не даст просто вы на этом этапе присутствуете дома и думаете зачем меня пригласили так рано вас пригласили общаться я вам расскажу правду если то же время это не касается это если вас вообще в обычный день пригласили либо там на какое-то семейное торжество если это рамадан то вы пришли и у вас на столе уже все есть потому что и вы и хозяева не ели в течение дня не ели не пили женщины все готовили то есть вы за пришли и у вас стол накрыт все вы садитесь там финики молочко тра-та-та и после этого уже приступаете к трапезе и уже потом после того как вы наелись и вы и хозяева то уже начинаете общаться это вот такая интересная особенность посещения гостей которая мне вспомнилась ну и затрону одну такую небольшую бытовую особенность тоже которая например для меня было удивлением если к вам стучаться в дом звонят в дом то дверь во первых всегда открывает мужчина если он дома если дома нет мужчины дверь вы не открываете если вы там если это не ваши родственники пришли женского пола то дверь вы не просто не открываете вы можете сказать что мужа нету спросить кто и тра-та-та если например приходит рассмотрим такую ситуацию что приходит делать ремонт даже ремонт некоторого вы может быть знаете может быть не знаете это вообще не имеет никакого значения дверь открывает ваш муж в это время вы находитесь в другой комнате ремонтник не должен видеть жену если только этот ремонтник не является там братом и жены опять же если я по-моему про это уже рассказывал ну ладно еще раз затрону иногда бывает что настоящее имя стоящее просто имя жены посторонние люди не знают не знают ее например как мадам махмуд мадам ахмед мадам ахмед то есть идет приставка мадам и дальше имя мужа то есть это сочетание уже говорит о том кто вы кто ваша семья и соответственно к вам уже будет соответствующие отношения в большинстве своем в большинстве своем тоже вспомнила ладно расскажу еще один веселый случай тоже был у нас в египте тоже с моей подругой у нее был молодой человек по имени ахмед достаточно серьезные были отношения но дело не в этом так вот получилось что мы жили на втором втором да на втором мы жили этаже нет блин мы жили на третьем нет на втором мы жили на втором этаже и у нас как раз тогда только купили квартиру и они как бы тоже приходили к нам и оставались у нас была такая необходимость и однажды он ушел на работу и забыл ключи у нас не было звонка ну в общем среди дня после моря мы в общем заснули мы спим с ней спим потом мы просыпаемся приходит ее молодой человек и говорит я приходил днем где вы были я кричал 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 и у вас типа вы не отвечали она такая говорит не знаю я вроде всегда чутко сплю окна открыты я вообще ничего не слышала он такой странный он говорит а что ты кричал то он такой как что я кричал мадам ахмед а кто это а кто такая мадам ахмед он такой как то это ты она говорит ну здорово только у меня немножко по другому образом то есть мы столкнулись с этой ситуацией совсем непредвиденно и для нас это как бы было особенностью вот таких несколько сегодня жизненных египетских особенностей я затронула надеюсь вам было интересно всем спасибо за просмотр пока 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 пока